Ну, конечно, нужно. Конечно, нужно. Но Россия, она уже пыталась жить в изоляции. То есть мы жили в изоляции, мы это все прекрасно помним. Эти джинсы там, две зарплаты, да, эти там кассеты, магнитофоны, это же не жизнь. И Россия, ни одна страна в мире, и там пример Северной Кореи сейчас показывает, да, что там вот живет страна в изоляции, что с этой страной происходит. Да, или Куба, например, да. Куба, где Рено 206, который стоит у нас, я не знаю, даже, ну, какие-то там незначительные деньги, на Кубе стоит там 70-80 тысяч долларов, да. Где люди ездят на автомобилях, там, 40-х, 30-х годов. То есть это пример того, к чему ведет изоляция. И не нужно тут обещать какие-то золотые горы, что у нас будет как-то поособенному. Не будет. Мы уже жили за железным занавесем, и здесь живут люди, которые помнят все это. Вот. Поэтому вот вся политика, я считаю, страны должна правильно быть на то, наоборот, чтобы объединяться. И не в рамках СНГ, и не, когда говорят, что вот эти с нами, эти с нами, эти с нами, ну, простите меня, это не ведущие страны, да, так мягко говоря. И страны не вполне с демократическими режимами, да, тоже мягко говоря. То есть это, если говорят, что Россия это больше восточная, чем европейская страна, мне это просто смешно. Потому что вся наша литература, которая славится на весь мир, и которую весь мир воспитывает, это европейская литература. Вся наша музыка, это тоже европейская музыка. Поэтому будущее России только с Европой. Другого варианта не вижу вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!